Скажите, а какую ответственность несет врач, если он недостаточно качественно протестировал человека, и человек, допустим, сказав, что его намерение тотальное, затем обманул и продолжает вести разгульный образ жизни? Предположим, человек украл деньги, купил алкоголь и уничтожает, например, свою печень. Он приходит к врачу на украденные деньги, покупает себе новую печень, либо его лечение, после чего идет гробить его дальше. Доктор, предположим, лечит эту печень заново и процесс повторяется. Доктор в данном случае выступает, ну, как та же самая, ну, как проститутка, доктор, ну, с той точки зрения, что он продает свои слуги не исходя из понимания, ну, законов, на которых ведется целительство, а исходя из желания получения прибыли, либо исходя из, ну, из лений и нежелания, ну, осмысленно изучать ситуацию, то есть тестировать пациента на возможность предоставления ему той или иной помощи. Если доктор, врач, целитель стимулирует в человеке паразитизм, то он, ну, он является, ну, чем-то, на вашем уровне, чем-то вроде сутенера. То есть и неважно, как он называется, и какой он халат носит, какая у него должность, и при какой организации он состоит. То есть эффект этого действия носит именно такую окраску, и ответственность будет соответствовать его поступкам. Если человек совершил какую-то ошибку, то он за нее все равно будет расплачиваться через свое здоровье. А если его кто-то лишил за тот или иной ресурс, особенности, если рисуют для него незначим этой проблемы, то получается, что человек не несет ответственности за совершенные поступки. То есть он ничему не научится, а будет заниматься саморазрушением продолжительное время, и подобным способом влиять на окружающих, поскольку фактически разрушать, ну, себя самого одного невозможно. Человек, общаясь в обществе, переносит свои негативные качества, свои негативные проявления на окружающих. Как личный, говорит, пример, так и на полевых, там, биологических и на каких-либо других, так и на каких-либо других формах. А если врач делает это всю жизнь по незнанию, и если врач делает это всю жизнь осознанно, разные ли у таких людей будут ответственности? Если человек не знает, что он не понимает, что делать, ответственности у него меньше. Но каждый врач должен понимать, что он делает, для кого и почему. Если ты всю жизнь сидишь с винтовкой и отстреливаешь людей, но думаешь, что это не люди, а животные, с тебя ответственность маленькая. Но в следующей жизни ты все равно окажешься по ту сторону забора, и тебя все равно будут отстреливать. Разница лишь только в том, что если ты этого не понимал, у тебя будет какой-то небольшой шанс на спасение. Что кто-то примет во внимание ту ситуацию, что по ту сторону забора не все достойны уничтожения. То есть шансы будут не очень велики. Содеянное есть содеянное. Имеет значение, конечно, и отношения тоже, но человек, создающий поступок, должен понимать, что он делает, поскольку человек наделен разумом, и этот разум для того, чтобы понимать, что он делает. Если человек не понимает, что он делает и находится в состоянии прострации, непонимания, то он рассматривается не как человека, а как животное, но он будет и получать карму животного. А какова карма у животных? Когда за них решают, что с ними будет происходить, и их могут использовать как вещи.